На неделе на осетровом комплексе «Акватир» устроили массовое ультразвуковое обследование. Аппаратом УЗИ осмотрели 1200 стерлядей. Звучит невероятно, но эту процедуру на «Акватире» проводят регулярно. Наш осетровый комплекс – предприятие удивительное. И то, что для обычных людей кажется фантастикой, здесь ежедневная рутина. Ну да, огромный бассейн из косяками осетров. Ну да, осетровый весом в 100 килограммов. Ну, дойка рыбы, ну, черная икра. Да, работа такая. Увидеть все это хотят тысячи людей. Подтверждение этому – заявки на участие в конкурсе ТСВ. Главный приз – экскурсия на «Акватир». Те, кто на такой экскурсии побывал, не забудут ее до конца дней. Детям и внукам рассказывать будут. На «Акватире» занимаются не только осетровыми. Атлантическая сельдь, норвежский лосось, турецкий сибас. Об особенностях и пользе рыбы, а также о том, зачем осетрам делают УЗИ. Сюжет Татьяны Ивашенко. Здесь добывают самый главный преднестровский деликатес – черную икру. Белого, стерлить, русский осетр и бестер живут в огромных бассейнах. Правильное питание, полноценный сон и даже медобследование у диагноста. Наша съемочная группа находится на осетровом комплексе. И сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть процедуру – ультразвуковое исследование осетровых. Прямо сейчас здесь узируют примерно 1200 стерлядей. Такого на экскурсии не покажут. Вот так выглядит живая очередь на УЗИ. 1200 рыб, но никакой толкучки нет. В ожидании процедуры стерлядь плавает в своем бассейне. Перед осмотром рыбу укладывают на носилки. Ультразвуковое исследование осетровых – непростая процедура. И для тех, кому приходится вот так вот удерживать рыбу. Скажите, пожалуйста, в свободное от работы время приходится качать руки? Рыба-то юркая. Нет, нет. Нужно постоянно контролировать поворот, держать рыбу в руках. Сила не важна. Главное – ловкость рук. Сегодня здесь исключительно стерлиц. В основном – самки. Задача диагноста – определить, на какой стадии созревания находится икра. Чтобы провести ультразвуковое исследование осетровым, нужна целая команда. Вот здесь, например, сначала рыбу отлавливают из этого бассейна, затем переносят на вот такие носилки. Они из металлического корпуса и с сеткой. Это для того, чтобы вообще не травмировать никак рыб. Дальше специалист проводит датчиком и определяет, на какой стадии находится созревание икры. Если там, например, сырая, третья, вы не видите икрины. На данной стадии, это третья, четвертая, либо четвертая стадия, видны мелкие икринки, правильно? И если мы щупанем рыбу, существует специальный щук для отбора проб икры, то будет видна икра. Вот икра. Вот икра видна. Эту рыбку доить еще рано. Тех, кто уже на сносях, будут готовить к зимовке, несмотря на календарный июнь. Зимовкой называют специальные условия. Рыб на время отправляют в модуль с определенной температурой воды и воздуха. Это нужно, чтобы икра получилась идеальной. У разных пород и ситровых свой график обследования. К примеру, стерлить проходит УЗИ раз в три месяца. К самцам требования гораздо строже. Мальчикам УЗИ проводят, чтобы выбрать лучших производителей. Самцы отбрасываются на втором, третьем году жизни. Там ты отбираешь то, что именно самцы подходят, чтобы у них были нормальные плавники, жабельные крышки, носовые перегородки присутствовали. То есть таких самцов выставляем для войскоизводства. В фирменных магазинах «Акватира» есть и то, что не купить больше нигде. Последнее достижение столичных рыбоводов – рыба робил. Представители ситровых – результат скрещивания русского ситра и белуги в мини-версии. Робил – это вообще порционная рыбка, которая была специально выращена на нашем заводе. Вес этой рыбки сейчас колеблется от килограмма до кило сто. В магазине «Акватир» – настоящее кулинарное шоу за стеклом. На открытой кухне повара готовят то, что далеко не каждой хозяйке под силу. Перец, фаршированный белугой и перловкой, тефтелей с толстолобикой или форели, шашлык из семги и осетрины с овощами для пикника. Ну а что можно приготовить из рыбы, мы решили узнать у специалистов, у поваров магазина «Акватир». Для того, чтобы нас спустили на кулинарное производство, мы переоделись. Поэтому прямо сейчас отправимся и узнаем, что готовят повара. Нам показали, как готовят пельмени с рыбной начинкой. Это кулинарный хит «Акватира». Пельмени лепят руками. В качестве помощника только тесто-раскаточная машина. Рыбный фарш аккуратно пеленает в тесто. Самое основное, эксклюзивное – это начинка наша. На данный момент мы лепим сейчас семгу. У нас есть окунь, есть русский осетр, бестер, хексемга. После ручной лепки пельмени отправляют в камеру шоковой заморозки. Затем их сразу можно купить. В магазине «Акватир» не только пельмени. Тут готовят овощи, фаршированные осетровыми, тевтели из хека, форели, котлеты из осетровых и минтая. Даже пирожки, рогалики, пироги и много других изделий из теста. А еще мидии и креветки. Много креветок. Рыба – важная часть средиземноморской и японской кухни. Считается, что во многом благодаря ей в этих регионах мира так много долгожителей. Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть не менее трех порций рыбы в неделю. Благодаря омега-3, витамину D и фосфору, которые содержатся в рыбе, мозг и сердце работают лучше. Так откуда к нам плывет рыба? С осетрами все понятно, здесь их родина. Так же, как у толстолобика, карпа и карася. Но в акватере немало рыб иностранок. Например, сельдь. Ее вылавливают в Атлантике. Сельдь всегда легко отыскать в магазине. И эта рыба, кстати, тоже относится к полезным видам. Содержит в себе также омега-3, полезные жирные кислоты и витамины. Многие из нас привыкли к сельде в засуленном виде, но в запеченном и тушенном она также хороша. А нутрициологи рекомендуют ее употреблять именно в таком виде, потому что так она еще и полезнее. Если вы не пробовали никогда, сделайте это сегодня. С севера от берегов Норвегии к нам прибывает лосось. Именно там водится самый вкусный, экологически чистый вид этой рыбы. Лосось к нам приезжает по четвергам в рыбный день. Его в охлажденном виде хранят исключительно во льду. В таком виде рыба остается свежей в течение 10 суток. Скумбрия. Эту рыбу считают нутрициологи одной из самых полезных. Все благодаря омега-3. Недавние исследования ученых доказали, что скумбрия способна даже уменьшить вред от проживания в плохих экологических условиях, если также употреблять эту рыбу несколько раз в неделю. А вот Дорадо и Сибас попадают к нам с юга. Их ловят у берегов Турции. Они прибывают к нам в охлажденном и свежемороженом виде. В Тирасполе рыбу могут закоптить или завялить. Кстати, вяленая рыба – эксклюзив магазина «Акватир». Вяленая продукция, она считается самой полезной. Здесь только сама рыба и соль. И процесс вяленя. Завод изготавливает осетрину вяленую в нарезке и филе. Также есть и скумбрия вяленая. Это тоже своего рода уникальный продукт, который богат омегой-3, потому что все-таки рыба атлантическая. И рекомендуется употреблять, особенно в межсезонье. На ТСВ прошел конкурс. Главный приз – экскурсия на «Акватир». В конкурсе участвовало несколько тысяч человек. Победители – 10 счастливчиков – уже известны. На экскурсию можно прийти всей семьей. И так вышло, что в семьях победителей много детей. Они увидят удивительную рыбу, ровесницу динозавров, осетра, стерлить, бестера и огромную белугу. Эта экскурсия подарит впечатление на всю жизнь. Татьяна Ивашенко, Дмитрий Ягодкин, Владимир Погоня и Виктор Гирля. Отражение.